здравствуйте друзья с вами снова я татьяна дугельная психолог писательница и наша программа начни с себя сегодня наша тема гнев гневливое возмущение по отношению к близким и родным как норма жизни норма ли думаю нет нам кажется а что если я недоволен и я это выскажу а что если меня случайно толкнули в транспорте я отвечу тем же я рявкну я покажу свою силу я покажу кто здесь хозяин или например приходит муж с работы уставший но жена возилась целый день с детьми и не успела к его приходу точно разогреть ужин она торопится дети плачут уже вечереет нужно укладывать кого-то спать как у кого-то еще проверить уроки и мужу разогреть еду которая готова да она приготовила ее впрок дети накормлен потому что уже поздно а папа возмущенно заявляет как вы тут все расслабились вы что не знаете я вас кормлю вы все у меня на шее сидите вы мне все тут должны что происходит с близкими в этот момент они сжимаются они пытаются всячески себя расслабить но у них не получается и никто себе в такой обстановке семейной не позволит сказать послушай мелок ведь ты же тоже должен понимать что когда у меня на шее сидят несколько детей плюс ты и вся вот эта работа которую я выполняется целый день то тоже может вызывать у меня усталость но жена это все глотает всегда когда на вас кто-то выливает гнев свое недовольство раздражение у вас есть два варианта реакции один вариант ряфнуть в ответ ну кажется на первый взгляд вроде бы нормальная реакция одинаковая каким ответом таким приветом каким приветом таким ответом неважно но чаще всего мы занимаем другую позицию нам кажется что из воспитанности из определенных внутренних моральных убеждений лучше замолчать человек действительно устал человек действительно раздражен а ведь эту ситуацию которая привела мы подчас с вами проживаем и проживаем дома и на нас рычат именно те кого мы любим и те которые не понимают потому что они устали или действительно у них есть потребность в какой-то дополнительном внимание что мы с вами беззащитны когда любим и что нам очень больно бывает так вот когда вы контактируете с гневным возмущением со стороны своего близкого человека вы можете действительно нырнуть глубоко глубоко в свое подсознание и сформировать внутри себя глубокую обиду я вам рекомендую задуматься вспомнить ситуации которых может быть даже не вербально своим выражением лица человек вам демонстрировал свое негодование и когда вы это восприняли как претензия к вам критика желание указать вам свое место мы накопили вот такие фрагменты внутри себя накопили боль внутри себя и перестали постепенно реагировать вам показалось что игнорирование лучшее средство когда на вас кричат и от вас что-то требует но это не так лучшее средство друзья мои на любой гнев ваших близких и родных вы не поверите но это именно вот это да 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 какая ассоциация у вас возникает когда вы смотрите на эту картинку сердце улыбка любовь да когда на вас вдруг рычит ваша жена или покрикивает и возмущается ваш муж в первую очередь вспомните что вы его любите и дайте в это пространство вашу любовь ваш голос станет мягче вы перестанете требовать к вам справедливости и это будет не игнор это будет другая тональное взаимодействие лучшее средство реакции на гнев любовь видите всего лишь показала вам картинку а у вас изменилось сразу состояние давайте еще поэкспериментируем я сейчас хочу вам показать картинку для эксперимента сердечком было все понятно вам покажу картинку в которой вы отследите свою реакцию посмотрите вот такая картинка для многих это понятная картинка кто-то скажет ну да это символ символ который я знаю кто-то скажет ой я это где-то видел а кто-то скажет это что-то про китай или про восточную философию а кто-то скажет это инь-янь а кто-то скажет я вообще не понимаю что это такое зачем татьяна это демонстрирует Так вот, обратите внимание, разница между этой картинкой и этой состоит в том, что когда я вам показала сердечко, вы сразу разулыбались, хотя мы разбирали гневливую ситуацию в семейной системе, а когда показала эту, включилась у вас сразу же мыслительная деятельность. Вы начали вспоминать, вы начали думать, как это, что это, о чем эта картинка, зачем она это показывает. А я вам просто показываю, что у нас есть два уровня восприятия того, что с нами происходит. Если мы все воспринимаем через ум, то нам никогда до конца не будут известны мотивы поведения другого человека. Но как только мы воспринимаем что-либо через сердце, мы в этот момент транслируем любовь в пространство. И даже не понимая, зачем человек себя так ведет, мы находим самые лучшие и оптимальные варианты решений любых ситуаций. Как реагировать через сердце? Да представьте на секундочку, что будет, если этот человек не вернется с работы, и вы останетесь одна дома, навсегда, с детьми, но одна. Ведь такое же может быть сегодня в этом мире, в котором действительно происходит все, что угодно. Больно? Страшно? Даже не хотите представлять? Правда. Я тоже не хочу такое представлять, но я точно знаю, что если я человека люблю, я найду к нему вот тот ключик. Если это ситуативная реакция, один раз мой муж пришел в гневе, раздражении, это одно. Если он постоянно это делает, это, конечно, будет по-другому. И надо по-другому к этому подходить и искать решение. Итак, наша демонстрация была очень простая. И какую же рекомендацию вы получите сегодня у меня, как у психолога? Если вы действительно живете с любимым человеком, который постоянно уходит в раздражение и гнев, поиграйте с ним в эту игру. В игру символов и в игру смайликов. Распечатайте для себя те смайлики, которые вы увидите, которые я буду показывать. И перед этим скажите, дорогой, а давай поиграем, что ты чувствуешь и что ты ощущаешь, когда я тебе буду просто показывать картинки. Конечно же, перед этим вы не рассказываете человеку, что вы будете ему показывать. Итак, скажите, закрой глаза и по моей команде открывай и смотри. Вот когда мы с тобой встречаемся в конце рабочего дня, и ты приходишь вот в этом состоянии, и вы показываете. Когда ты приходишь в этом состоянии, у меня появляется то состояние, которое ты сейчас испытываешь. Что вы испытываете, когда смотрите на этот смайлик? Обратите внимание, что уголки вашего рта опускаются, плечики как будто поднимаются, голова вжимается непроизвольно. Вы готовы чуть ли уже не слюнку пустить, слезу пустить и показать, что вы в печали, и вам неприятно. Если ты приходишь в таком состоянии, недовольном, а еще если открываешь рот, на меня кричишь, то я, конечно же, пытаюсь тебе улыбаться. Следующая картинка, следующая демонстрация. Но это улыбка натянутая и неестественная. Посмотри, что ты чувствуешь, когда ты смотришь на этот смайлик. Натянутая улыбка, которую я еле-еле транслирую. Друзья, вот этот смайлик, это не смайлик радости. Это практически смайлик игнорирования. И вы показываете, и самое смешное, что с вами сейчас происходит, вы автоматически тоже глаза раскрыли, губы выровняли. Поняли? Ваш партнер, которому вы будете демонстрировать на смайликах вашу реакцию, и он ее будет проживать, он поймет, на каком языке вы с ним разговариваете. Ну и, естественно, ваш эксперимент нужно заканчивать только позитивным смайликом. Только вот этим. И вы скажите, дорогой, я очень хочу видеть вот такого тебя. Я очень хочу тебе отвечать этим. Дети целый день скучают о тебе. Они спрашивают, когда папа придет, мы хотим с папой поиграть. Я понимаю, я очень ценю, что ты работаешь, обеспечиваешь нашу жизнь. И мы имеем возможность иметь то, что имеем. Перечислите, что вы имеете, благодаря тому, что трудится ваш муж. Ведь, друзья мои, чтобы вызвать улыбку у другого человека, нужно его поблагодарить и, самое главное, похвалить. Мы все с вами чуть-чуть недолюбленные и чуть-чуть недохваленные в детстве. Для того, чтобы поменять картинку, в которой вы живете, вашу картинку мира, чтобы в ней было больше улыбок и смайликов, начните улыбаться другим людям. Начните улыбаться своему любимому. Покажите ему, как действует вот такое выражение лица на вас и все предыдущие. Пусть он это прочувствует, и в вашей жизни будет больше состояния любви, нежели состояния даже пускай такого гармоничного, но анализа. Наша жизнь — это сплошное приключение, наполненное любовью, наполненное радостью. А тогда, когда мы это не испытываем в семье или в отношениях, что происходит? Мы учимся, а учиться можно весело. Друзья, хотите изменить мир вокруг, наполнить его счастьем и радостью, начинайте уже сегодня улыбаться миру, и мир улыбнется вам. С вами была Татьяна Дугельная и программа «Начни с себя».